Девочки, девочки, останьтесь, пожалуйста, выстроитесь в линию. Ну, поактивнее, что вы стесняетесь-то, а? Подержите, пожалуйста. Итак, дорогие друзья, сейчас у нас вопросы от нашего многоуважаемого жюри. Пожалуйста, подсветите жюри. Они на первом ряду, это подсказка. Хорошо, ладно. Итак, первый вопрос от представителя жюри. Девочки, скажите, есть такое выражение, что красота спасет мир. Это так или вы как-то по-другому считаете? Да, конечно, я считаю, что это так. Вы можете посмотреть на меня, на прекрасных участниц Мисс Физика. И в этом вы убедитесь самостоятельно. Я вам больше скажу, это страшная сила. Да, красота — это страшная сила. Но, с другой стороны, в том-то, что она и страшная. Точно ли она спасет мир? Красота, думаю, спасет мир, но красота требует больших трудов и, как известно, что только труды могут помочь миру. Так что труд и красота, я думаю, должны спасти мир. Как мы уже услышали, красота — страшная сила. Так что не знаю, не знаю, может ли она спасти мир. Но давайте будем считать, что все так спасет. Конечно, спасет. Особенно красота природы. Красота не спасет, а физики спасут. Ну, я считаю, что и физика, и красота спасут мир в совокупности. Мир спасет макияж. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Следующий вопрос. Итак, жюри оценили. У последних участников было время подготовиться ответить на этот вопрос. Следующий вопрос, пожалуйста. Когда, по-вашему, девушка должна выйти замуж и почему? Когда нужно, тогда и должна выйти. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а я думаю, как получат профессию устроиться на работу, чтобы не зависеть от мужа, потому что все мужики зависят от женщин. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я думаю, что девушка должна выходить замуж где-то после 25-ти. Ну, так как она тогда уже сможет только состояться. А ты замуж позовут. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 После того, как закончат институт и получат профессию. Нужно устроиться на работу. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда напишут курсовую, когда поучаствуют мисс физики и не замутят с химфаклом. АПЛОДИСМЕНТЫ По молодости и по глупости. Потому что уже, ну, к примеру, после 25-ти Слишком мудро становишься и понимаешь, что уже никто, в общем-то, и не нужен. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я думаю, что как только парень предложит. Потому что, если вы не согласитесь... АПЛОДИСМЕНТЫ На самом деле, я думаю, что парень просто должен вам сам предложить. Вы должны согласиться и держать его, чтобы он не убежал. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вопрос был специальный для Миши. Он просто подговорил Таню, чтобы она спросила этот вопрос. Вот так я спалил тебя. Следующий вопрос от Сергея Бугатырева. Всем привет, но у меня вопрос предполагает вывод изображения на экран. Можно как-то это? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы видите перед собой предмет. Скажите, пожалуйста, что это, как это использовали и для чего? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, а вы как думаете? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, по-моему, очень похожи, не знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Слышен Мне кажется, звонок. Ну, раньше же не было пушапа. Надо как-то выкручиваться. Пушап, конечно, хорошо. Ну, я думаю, что это либо фотоаппарат, либо бинокль. Ну, раньше же тоже были физики, вот они им что-то придумали, а название до нас не дошло. Что-то я не придумала ответа. На самом деле это первый стереофотоаппарат 1890 год. Спасибо. Здравствуйте, дорогие участницы. Здравствуйте, дорогой зал. Девочки, кстати, обратно линию. Спасибо, чтобы Миша не приходилось бегать из одной стороны в другую. У меня к вам такой вопрос, даже просьба. Расскажите, пожалуйста, самое постыдное событие в вашей жизни. Я думаю, нужно время и подумать. Что первое в голову приходит, то и рассказывать. Ой! Наверное, поступила на ТИСФАК. Вот, все. Все? Ага. Чудно. А что, пошла в актив? Это постыдное событие? Ну, нормальное. Девочки, если кто-то сгущается отвечать, вы, конечно, не отвечаете, но хотелось бы от всех услышать. Вот, я сегодня прогуляла к Аллоковому по математическому анализу. Нет, признаюсь. Ну, я считаю, что это было посвящение студентов физико-физико. Я бы, конечно, рассказала, но у меня родители в зале. Простите, у меня чьи-то родители. Пропустила пару в Рабжанской. Поддерживая Аню, пропустила коллоковому по матанализу. Ну, хоть одна из вас зажжет уже, или нет? А вам подробностей надо? Нет, ну, ты не беседуешься. Вы же родители в зале, нет? Давай. Нет, есть. Тогда давай аккуратненько. Ну, значит, так. Пришла я со своим парнем в кафе. Вот. А там даже нельзя рассказывать, там уже все жестко начинается. Спасибо большое. Аплодисменты, пожалуйста. А давайте теперь узнаем, какой же на самом деле был самый постыдный поступок у Полины Багина. Старский спортсмен на груз. Здравствуйте, дорогие друзья. Моих родителей нет в зале. Вот тут одна из девочек сказала про посвят. Но это было не мое посвящение. А посвящение нашего нынешнего третьего курса. В общем-то, физики, которые были на этом посвящении, не дадут соврать мне, что это был самый постыдный день в моей жизни. Спасибо. Ну, был веселый. Так, следующий вопрос от... От Кристины Кулешовой. Под ваши аплодисменты. Девчонки, у меня такой вопрос. Что выделяет каждую из вас на фоне остальных и дает вам шансы на победу? Ну, во-первых, я красивая. Похлопайте, пожалуйста. Пожалуйста, не знаю. Когда надо себя расхваливать, я про себя пропиариваюсь. Сейчас чуть-чуть, подождите. Во-вторых, я хорошо танцую. Вы потом это увидите. В-третьих, ну, у меня, вы видите, хорошее чувство юмора. Вот. Дальше я не знаю, что мне сказать, поэтому скажу, что я просто, наверное, красивая женственная девушка с прекрасными талантами. Изюминка. А какая именно? Вам виднее. Ну, кто-то скажет, что, может быть, в девушке красивая фигура, красивое лицо, может быть. Кто-то скажет, что у девушки красивая грудь. Ну, наверное, все-таки меня украшает, наверное, душа. Я, конечно, могу сказать, какая я умная, красивая, талантливая, но, по-моему, мне не нужно ничего говорить. Я слишком активная. А еще милая. Все. Ну, наверное, потому, что я хочу стать настоящим физиком, то есть поучаствовать в мисс-физике, сдать кванты, ну, и вроде там что-то с химичками связанное, да? Ну, я считаю, что мы все красивы, все достойны победы, но думаю, что меня выделяет моя красота, как и всех. Но я считаю, что для того, чтобы победить в этом конкурсе, необходимо большое желание победить. Ну, вот у меня оно и есть. Спасибо. Следующий вопрос от Александра Сержантова. Здравствуйте, зал. Здравствуйте, девушки. Аплодисменты. Я, на самом деле, подготовил очень много вопросов, но займемся вашим патриотическим воспитанием. Девушки, скажите, пожалуйста, какой завтра день? И опишите его так, как вы его себе представляете. Готовы? Ну, вот это, наверное, был вопрос подковырки, поскольку завтра у нас день факультета. И это как бы годовщина. Вот день, предшествующий Дню Победы, если вопрос был об этом. Ну, я тоже знаю, что завтра день факультета, и в актовом зале будет концерт. Ну, ну, и так же предшествующий 9 мая, Дню Победы, 70-летие Средня Победы. Ну, завтра будет день, когда, ну, день до факультета, и, как мне Сережа сказал, что он туда вставит такие самые мои позорненькие кусочки из моих видео. В общем, мне будет завтра очень-очень-очень стыдненько. Завтра день у моей сестры это день рождения, вот. Также еще день факультета будут ответственны, и будут еще награждения там. Надеюсь, что я его получу. Присоединяйся ко всем остальным, и завтра день не то, что предшествующий Дню Победы, а фактически закончился на 8 мая. АПЛОДИСМЕНТЫ И мы еще поведем, завтра будет стыдненько. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, что уже, день, когда предшествующий День Победы. АПЛОДИСМЕНТЫ мая 2015 года, пятница, в календарике написано.